Привет! Это программа «Личные деньги», которая рассказывает вам о том, как правильно зарабатывать и тратить свои деньги. Сегодня кругозор расширим и расскажем о том, как правильно хранить деньги, чтобы потом их можно было правильно потратить. Куда девать сокровища? Пираты закапывают, а цивилизованные люди складывают в сейфовую ячейку. Центробанк изменил ставку рефинансирования. Как отреагируют банкиры? Как изменятся процентные ставки по вкладам и по кредитам? В начале недели Банк России заявил о продаже 1,7 миллиарда акций Сбербанка. Это 7,58% уставного капитала кредитной организации. Продажа акций проходит в рамках распоряжения правительства страны о приватизации ОАО Сбербанк России. После аукциона доля Центробанка в уставном капитале кредитной организации снизится до уровня 50% плюс одна голосующая акция. На рынок акций поступили по цене от 95 до 96 рублей. Минимальная возможная цена – 91 рубль. Рынки незамедлительно отыграли новость. Причем сначала известие задало положительную динамику, а в середине недели акции Сбербанка начали дешеветь. Специалисты говорят, что ничего ужасного не происходит, и определенная коррекция по этим бумагам – нормальное явление. Более того, эксперты говорят, что как бы ни сложилась ситуация, бумаги Сбербанка остаются перспективным вложением. Бизнесмены боятся коррупции. 55% предпринимателей указали на эту проблему в ходе исследования компании UBS. А ведь еще три года назад коррупция вызывала озабоченность лишь у 4% бизнесменов, а сейчас проблема на первом месте. На второе место коммерсанты ставят нехватку денежного потока, а на третью ступень возводят замедленный спрос. Также среди проблем бизнеса российские предприниматели назвали отсутствие доступа к кредиту и плохой подбор кадров. В исследовании принимали участие владельцы разных повеличения компаний, и все они сошлись во мнении, что коррупция – самая серьезная трудность для ведения бизнеса в России. По мнению экспертов, признание проблемы именно в этом году связано с тем, что вопрос коррупции начал активно обсуждаться общественностью. В России вновь подорожал бензин. По данным аналитического центра «Кортес», средняя оптовая цена на бензин марки АИ-92 составляет 31 тысячу рублей за тонну, что почти на 400 рублей больше, чем на прошлой неделе. Бензин АИ-95 подорожал на 677 рублей, теперь тонна бензина стоит 34 тысячи рублей. Розничный рынок не замедлил с реакцией. 92-й в среднем подорожал на 8 копеек, а цена 95-го выросла на 9 копеек. На некоторых заправках его цена превышает 30 рублей за литр. По данным Росстата, на 10 сентября в 46 регионах России средние розничные цены на бензин увеличились. В 36 субъектах цены на топливо остались на уровне предыдущей недели, и только в Кургане бензин подешевел на 0,2%. Говорят, что деньги надо хранить в сберкассе. Вообще-то это так, но есть вещи, которые на счет не положишь. Для них используют специальную сейфовую ячейку. Уезжая в отпуск или в длительную командировку, люди заботятся о сохранности своих ценностей. Деньги можно запросто представить в виде двоичного кода и разместить на счете в банке. А вот фамильное столовое серебро так легко не оцифруешь, а под половицу прятать как-то не модно. Поэтому банки разработали услугу по сохранности ваших ценностей и предлагают клиентам специальные сейфовые ячейки. Штука хорошая, особенно если есть что прятать от посторонних глаз. Аренда сейфовых ячеек – довольно востребованная банковская услуга. Число клиентов, желающих ей воспользоваться, постоянно растет. Если вы владелец редкого бриллианта или яйца Фаберже, а оставить их дома без присмотра боитесь, то сейфовая ячейка защитит драгоценности от возможных посягательств. Украсть что-то из банка, мягко говоря, затруднительно. Это только в кино все легко и красиво. А на самом деле сейфовая ячейка – это бронированный ящик, находящийся в помещении, оборудованном сигнализацией и под круглосуточным надзором. И банк несет ответственность за сохранность того, что вы кладете в ящик. От каждой ячейки существует два ключа. Один хранится в банке, а второй – у клиента. Открыть ящик без одного из ключей практически невозможно. Только взрывать или резать сваркой. Надежнее некуда. В сейфовой ячейке можно хранить все то, что представляет личную ценность для человека. Как правило, это наличные денежные средства, ценные бумаги, ювелирные изделия и важные документы. Правда, по поводу ответственности банка есть один нюанс. Клиент вправе заключить договор с описью имущества. В случае с чего банк будет отвечать по полной программе. Другое дело, если договор анонимный. То есть банк понятия не имеет, что вы положили в ячейку. В этом случае возместить потерянное будет куда сложнее, если вообще можно будет возместить. Кстати, в ячейку можно класть не все, что угодно. Есть перечень веществ и предметов, которые ни в коем случае нельзя помещать в ячейку. Например, вас не похвалят, если вы сдадите на хранение кило пластида. Нужно иметь в виду, что хранить запрещено в сейфах ячейк взрывчатые, легко воспоменяющиеся средства, токсичные наркотические вещества. И также все те вещества, которые могут повредить сейфу, хранилище, банку в целом и его сотрудникам. По нынешним временам банковская ячейка – продукт очень популярный. У банков существуют постоянные клиенты, которые регулярно арендуют сейфы для хранения различных ценностей. Как и на всякий товар, на банковские ячейки существует сезонный спрос. Как правило, это период отпусков. Люди едут отдыхать и хотят, чтобы ценности были под надежной охраной. Поэтому лучше озаботиться вопросом аренды заблаговременно. Между прочим, цены на аренду ячейк вполне приемлемые. Совсем не обязательно быть олигархом, чтобы арендовать сейф в банке. Цена, кстати, не менялась довольно давно, и, как говорят банкиры, в ближайшее время пересматриваться не будет. Счет в банке – это хорошо, на него проценты капают. Но дело в том, что процентные ставки часто меняются, и сейчас как раз время очередного их пересмотра. А вот в какую сторону их могут пересмотреть банкиры – узнаем у эксперта. Как вы уже знаете, Центробанк повысил ставку рефинансирования. В первую очередь это сделано для сдерживания инфляции. Однако банки чаще всего реагируют на такие действия регулятора изменением процентных ставок по вкладам и кредитам. Между прочим, Сбербанк уже отреагировал и повысил ставки по кредитам. Вполне вероятно, что другие банки также захотят переписать свои ценники в сторону повышения. Следовательно, возникает вопрос, не закончим ли мы год с крошечными дивидендами по депозитам и слишком дорогими кредитами. Во-первых, размер самого повышения ставки рефинансирования на 0,25 говорит о том, что никаких глобальных изменений, в общем-то, не предвидится. Во-вторых, ставка рефинансирования не связана напрямую и немедленно с изменением всех других ставок в банковской системе. Другими словами, банки пока не планируют резко повышать ставки. В свою очередь это означает, что финансовые структуры не ринутся поднимать цены. Вполне возможно, что до конца года резких подвижек в этом сегменте рынка не произойдет, хотя нынешняя ситуация является подтверждением общей тенденции – ставки будут постепенно расти. Банкиры говорят, что рост будет медленным, но избежать его не удастся. К сожалению, банковский сектор все еще не вышел из кризиса и до благоприятной ситуации начала 2008 года еще далеко. Необходимо время для того, чтобы решить накопленные проблемы и приспособиться к новым экономическим условиям, которые будет диктовать вступление России в ВТО. Финансовый мир в ожидании больших событий. Спасут ли Грецию от дефолта? Как поменяются котировки перед выборами президентов США? На какие события ориентироваться инвесторам в краткосрочной перспективе? Спросим экспертов. Прошлая неделя прошла под знаменем Куя-3, которое объявила Федеральная резервная система США. Ура! Денежный станок включен, главную экономику мира простимулируют и все будет хорошо. Тут еще и в Европе дела пошли на лад. В общем, жить бы да радоваться. Однако, отыграв эти новости, инвесторы притормозили, поскольку других драйверов для поддержания рынков не осталось. Соответственно, приостановился и рост котировок. Ожидания возлагались на заседании японских финансистов, но его итоги были встречены без особого энтузиазма. Рынки лишь немного подросли. То, что касается нашего рынка, скорее всего, мы неделю будем торговаться в диапазоне 1515-1520-1550. Мы до 1550 чуть-чуть не дошли, это верхний уровень сопротивления, при преодолении которого у нас открывается дорога на 1620. То есть, теоретически, мы можем вырасти в ближайшие неделю-две где-то еще порядка на 5-7%. Единственное, что пока сдерживает, это незначительный приток инвестиций из-за рубежа. Помочь росту рынка может размещение акций Сбербанка. Российским инвесторам не осилить такой большой пакет. Поэтому основная ставка делается на инвесторов из США, Европы и Азии. Приток иностранных денег, безусловно, благоприятно скажется на экономике России. Также на неделе много внимания уделяется данным из Китая. Ситуация в этой стране далека от идеала. Данные появятся вечером 20 сентября, и инвесторы не ожидают хорошего результата. Следующая неделя достаточно скуднальный информационный поток, поэтому определяться с дальнейшим движением рынки будут как раз в среду и в четверг. Вот, собственно говоря, основные события, на которые следует обратить внимание. Ну и 70% мы ставим на рост, и 30% где-то на отстаивание существующих диапазонов. Единственное, чего опасаются специалисты на следующей неделе – негатив из Европы. На вид в старом свете все хорошо, решения проблем частично найдены. Однако у каждой страны может быть припасен свой не самый приятный подарочек. И по закону Мерфи он будет преподнесен именно тогда, когда сможет нанести максимальный ущерб. В этом плане эксперты побаиваются Италию. Причем даже больше, чем ту же Грецию, которую только Супермен не спасал. Если же неприятных сюрпризов не последует, то рост рынков будет продолжен. Однако эксперты советуют следить за европейским информационным потоком. Признаком негатива может служить рост ставок для финансирования старых европейских долгов. И если таковой будет обнаружен, то стоит зафиксировать прибыль. В среднесрочной перспективе специалисты советуют обратить внимание на акции «Газпрома», которые могут принести неплохой доход в течение ближайшего месяца. Грамотное управление личными деньгами обеспечивает уверенность в завтрашнем дне. А мы расскажем вам о том, как правильно управлять своими деньгами. Увидимся через неделю. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!